Доброе утро! Вот меня из Гагаузии попросили записать очень маленькое, короткое на две минуты видео, потому что большие видео люди не могут смотреть. И задали конкретный вопрос, я на него отвечаю. Да, я Виктор Шелин. На основании документов, представленных акционером Молдовы ГАЗ, Александром Петковым. Документы, которые я видел в оригинале. Документы, которые были переданы в Генеральную прокуратуру. Подтверждаю, что после того, как Додон проиграл выборы в ноябре 2020 года, в декабре, через месяц, Кико подал в отставку. И 31 декабря ушел. И Додон создал власть Шором. Это было две правящие партии. Они назначили исполняющим обязанности Чокоя. И уже через месяц, 21 января 2021 года, правительство Чокой дало указание своему представителю в Молдове ГАЗ, чтобы этот представитель проголосовал за то, чтобы поменять полностью формулу цены газа с привязки к ГСМ к стопроцентной привязке к бирже Европы. И, начиная с января 2021 года, правящие две партии, социалисты и шоровцы, а также исполняющие обязанности Чокой, а также генеральный директор ГАГАУС Вадим Чибану, взяли на себя ответственность за привязку цены газа к европейской бирже. И в протоколе общего собрания Молдовы ГАЗ, и на словах друг другу они говорили с целью снижения цены на газ. Почему они это придумали? Они это придумали для того, чтобы в июле месяце выборы в парламент, чтобы на этом партия социалистов и партия шор выиграли. Но уже начиная с апреля цены начали в Европе повышаться. Они начали платить из-за этой формулы, из-за этой глупости, которую натворили, в Газпром больше денег. Но это скрывать от народа. Почему? Потому что как раз шла предвыборная кампания. Если бы народ узнал, что они натворили, они бы проиграли с треском. Они это скрыли. Также они не увеличили... Цены уже увеличились. Они уже начали платить в Газпром больше денег. По 400, по 500 долларов. Но тариф не повышали, чтобы народ не узнал, что они натворили. И выборы они проиграли. Когда они уже проиграли выборы, нечего было делать. И цена дошла до 550 долларов в августе месяце. Они уже признались, что поменяли формулу. Но это широко не обсуждалось. Это стало уже известно, когда господин Петков подал в Генеральную прокуратуру, собрал все материалы. Что дальше происходит? Дальше. Новая власть приходит в Газпром. Газпром говорит, что вы от нас хотите. Вы в прошлом году были привязаны к одной цене. Газпром не голосовал за это решение. Это решение вынесли чисто правительство Республики Молдова, чтобы вы знали. И когда пришел спынув Газпром, Газпром говорит, что вы от нас хотите. В одном году вы 100% привязку хотели только к ГСМ. И лет 15 она у вас была. Вы только поменяли полностью привязку к Европе. Потому что у вас европейский вектор. У вас свои какие-то планы. Теперь вы приходите и говорите, что власть поменялась. Нужно опять вернуться к старой схеме. Не хотели они вернуться к старой схеме. Но Меркель позвонила Путину. Сказала, что молодежь натворила глупости. Пожалуйста, помогите. И Путин сделал скидку 70%. И поменяли эту формулу 100% привязка к бирже европейской по 2000 долларов. Сделали скидку 70%. И сделали новую формулу. 70% опять вернули привязку к ГСМ. И только 30% оставили привязку к европейской бирже. Вот все, что мог сделать Путин в той ситуации. Теперь, можно ли вернуться к той старой схеме? Можно. Но только в рамках договора международного об СНГ. То есть, если Майя Санду созовет СНГ и потребует, чтобы с ней разорвали контракт коммерческий, который у нее сейчас есть. А составили контракт с Газпромом. Но на основании договора СНГ, тогда может быть цена 220. Почему? Потому что в Газпроме 49% имеет французы, немцы, англичане. Они против того, чтобы мы платили меньше. И только Путин может на основании международного договора и обязательств России по СНГ, где, имея 51% в Газпроме, значит, сделать специальную цену для СНГ. Это Санду знает. Я это Санду сказал. Гаврилица это знает. И вопрос теперь только за ними. Чтобы они захотели это делать. Не захотят, значит, будем платить по этой формуле, которая есть. И будем платить и летом, и зимою 11-14 лей. Это невыносимая цена для нашей страны, для нашего народа. Но вот такая ситуация правдивая. Все.